Всем привет! Это Регина. И сейчас, пока часы 12 еще не бьют, я снимаю видеоотчет о прошедших сутках. Честно говоря, я смутно представляю себе, какое число сейчас на дворе. Предполагаю, что 16. Но, честно говоря, уверена в этом так себе фиговенько. Нет, точно 16. 14 был вторник, а сегодня 4. 16 января мы только-только перевалили во вторую половину первого месяца 2014 года. И, как я уже говорила в одном из своих предыдущих видео, ощущение у меня такое, как будто прошло уже месяца три. То есть, год начался турбо. И, буду совершенно откровенна, у меня почему-то складывается такое впечатление, что он также турбо будет продолжаться. То есть, я замечаю в себе огромное количество изменений, которые меня очень радуют, потому что то ощущение, которое возникло у меня после окончания первого блока НЛП тренер-курса, оно продолжает самоподтверждаться, именно ощущение того, что сейчас от слов и от мыслей и от идей я начинаю переходить к делу. Для меня это невероятно ценный факт, потому что вот сколько я себя помню конкретно всю свою сознательную жизнь, то словно я занималась тем, что рассуждала, что-то там планировала, о чем-то мечтала, витала в облаках. И делала, конечно, тоже большое количество всяких неодобряемых обществом вещей, но одобряемых тоже делала спокойно. Но тем не менее, тем не менее, соотношение это было, может быть, два к одному, если не четыре к одному. То есть, голова у меня работала всегда тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур, все остальное так себе. И в какой-то момент мне об этом сказал один хороший добрый человек, потом я начала наблюдать за собой, и подобное ощущение возникло у меня тоже. Я поставила себе целью восстановить баланс в своей жизни. Сегодня был это, сейчас скажу, 2009 год, конец 2009 года, и вот сейчас, в начале 2014, я понимаю, что я, похоже, действительно достигла своей цели. То есть процесс пошел, причем пошел очень интенсивно и очень миролюбиво, так бы я это назвала. Я вчера сделала 100 попыток снять первое видео из серии о моих отношениях с Санду, но как-то не сложилось у меня, перенесла я эту серию на попозже. Но одно хочу сказать уже в этом видео. Вот прошлый 2013 год, это был год, когда у меня возникло ощущение турбодвижения, благодаря нашей встрече, нашему знакомству и началу нашего совместного житья-бытия. Но это было ощущением такого разрыва на британский флаг. То есть я это все время сравнивала с желанием богатого туриста полететь в космос и ответом, не знаю, какой-нибудь там организации, серьезных людей на Байконуре. Ну, хочешь, так лети. Или нет, напоминает мне все это еще историю из Generation P, когда татарского спросила собачка Серов, зачем татарский марку-то сожрал. На что тот ответил, хотел ощутить пиение жизни. Ну, так ощути, сказал Серов. И вот это примерно то, как я, тот мод, с которым я провела 2013 год. То есть меня реально, я как бы ощущала биение жизни по полной. Это было мое личное желание. То есть я сознательно на это пошла. Я очень хотела, чтобы процесс пошел быстро, но перегрузки были нереальны. То есть я рада и счастлива тому, что 2014 год подарил мне ускорение. Может быть, желудок уже привык, не знаю. Может быть, мозговая масса как-то утряслась. Но в любом случае те изменения, которые сейчас происходят с той же самой скоростью, если не еще быстрее, они все-таки происходят как-то миролюбивее, честно, должна сказать. И я этому очень рада. И это, наверное, тот самый главный вывод, который я сделала для себя сегодня. То есть вчера я практически целый день провела за чтением вот такой вот замечательной книжки. Не знаю, есть ли она на русском языке. Как-нибудь, когда-нибудь я обязательно расскажу о том, что в ней написано. Но как бы в общих чертах речь идет о поиске самого себя. И по моим ощущениям, в моем случае, этот поиск буквально вчера же у меня и завершился. И не знаю, в общем, трудно мне это описать словами. Когда я буду смотреть это видео, может быть, через год, я точно буду знать, о чем идет речь. А всем остальным, в принципе, я не знаю, будет ли кто-нибудь смотреть это видео еще. Но если будете смотреть, вы как бы учтите, если вы не смотрели предыдущих видео, то, что все вот эти вот мои маленькие бла-бла, YouTube-посты предполагаются такой разновидностью видеодневника. Поэтому я не провожу из никакой цензуры. Говорю, первое, что приходит мне в голову, просто для того, чтобы освободить место для чего-то нового. Я предполагаю, что этого нового будет в этом году очень много. Потому что сегодня я совершенно четко определилась со своей, ну, скажем так, первой миссией НЛП-тренера. То есть я предполагаю, что будет несколько этапов. Но я поняла сейчас совершенно четко, что и как я хочу делать в ближайшее время. Мне стало невероятно легко. То есть осталось только, действительно, начать все это делать. интересным образом, ну, прямо в стиле книжки «The Secret», которую я не читала, но о которой много слышала, все эти там заказы во вселенной. Действительно пришел ко мне мой очень хороший друг и бывший сосед по имени Мартин. И подарил мне, как это называется, по-моему, нетбук называется это. Сердце прикрепила уже я на упаковку. Сердце от фирмы «Парамида», куплено в Барселоне. Подарил мне нетбук фирмы «Ачер», чтобы я могла себе писать. Потому что из всей оргтехники до вот этого момента у меня уже в течение полутора лет, нет, в течение полугода у меня есть этот телефон, в течение полутора лет у меня не было вообще ничего. Ни компьютера, ни ноутбука, ни ноутбука, ни телефона того же с выходом в интернет. То есть полный голяк. Соответственно, какой вывод у меня сегодня. День был суперский, день вообще нереально просто шапо. Мне не хватает слов, что случается со мной довольно редко. А задание, которое еще не выполнено, это пойти помыть посуду на кухне. Мне дико не хочется этого делать, поэтому я решила снимать YouTube-видео, выложу его, и пусть мне будет стыдно, если я не помою посуду. Но на самом деле я думаю, что все-таки я ее помою. И как только я ее помою, сниму, скорее всего, мой самый-самый первый в жизни влог. Поэтому stay tuned, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Успехов в труде, учебе и личной жизни. Пока.